Судьи, наоборот, сидят на балкончике, что это тоже очень необычно. Ну, а мы уже переходим уже непосредственно к соревнованиям, которые открывает спортсменка из Молдовы Анастасия Закревски. КОНЕЦ КОНЕЦ Анастасия Закревски Помогла прическа сделать последнюю ловлю. Молодец. Прическа, кстати, не только в ловлях помогает, но вот есть по нынешним правилам такое требование, что, допустим, когда элемент в кольцо, обязательно требуется касание. Так вот, пучок учитывается. В этом случае можно сделать себе повыше. Или начесать. Молодые. Тогда все равно будет засчитан элемент. Но сейчас мы не об этом. Ну, в принципе, Анастасия молодец, справилась, не было у нее грубых ошибок. Хотя была там у нее заминка в начале упражнения. Да, была на деле странная ловля, видимо, невидимая, явно была задумана не так. Но выходить на первый вид в новом зале всегда непривычно. Следующий же будет лучше. Рита Арауха. Следующая появится. Спортсменка из Португалии. Напомню, что девочки чередуют предметы. Обруч мяч, обруч мяч. И поэтому соревнования достаточно быстро идут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Немножко расшифру, почему мы так обращаем внимание на вот эти вот повороты в заднем равновесии боковом. Дело в том, что достаточно выполнить на 180 градусов, чтобы было засчитано базовое вращение. Если все остальные 360, то здесь вот достаточно половинку. И, естественно, все надбавки считаются пополовинкой. Ну а соревнования продолжает Ребекка Гергала из Финляндии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И поэтому уже не раз я повторяю, что у каждого здесь свои какие-то задачи. У кого-то войти в десятку, у кого-то подняться на педестал, а кому-то просто доказать тренеру то, что она способна выступать на чемпионате мира. У меня чемпионат мира уже не за горами, меньше месяца остается до него. Очень важный турнир, сборочный к Олимпийским играм. Ну а сейчас Соломе Пажава, я думаю, любимая гимнастка многих. Не все у Соломе получилось в Минске на европейских играх, мягко так скажем. Да, но она молодец, она была травмирована, и она очень хотела выступить на европейских играх в Минске, поэтому она, несмотря на свою травму, начинала тренироваться. И вот первый старт после травмы были европейские игры. Сейчас уже лучше. Пожелаю ей удачи, как подруге. Давай. Пожелаю ей удачи. 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 Да, что ж такое. Да, к сожалению, раскидала. Такое случается. Пожелаю ей удачи. Пожелаю ей удачи. Ну, увы, очень-очень много ошибок, для того, чтобы оценка была высокая, будут низкие баллы у Соломе, но любят Соломе-то не за баллы, а за ту гимнастику, которую она показывает. За те эмоции, за ту композицию, за каждое упражнение, это маленькая история, настоящий театр. При том, что у Соломе, я бы не сказала, что много каких-то достижений, да, она призер первых европейских игр, у нее есть медали этапов Кубка мира, хотя не так уж и много, но, не знаю, каждый раз с таким большим удовольствием смотрят выступления, и я, и Мелита, ну, Мелита не только как гимнастка, но и как любительница Грузии, я думаю. Да, 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 мы, да, я была в Грузии в мае, мы с Соломой встретились. Прекрасная страна, прекрасные люди, и вот такая прекрасная гимнастка, я бы сказала, уже почти школа гимнастики, так как многие знают, Нателло Болотаева, подруга по команде Соломы, очень интересная тоже гимнастка. Ну, а сейчас спортсменка из Чехии Алина Чамсина. Чехии Алина Чамсина. Вот как раз тот элемент, о котором я говорила, что требуется касание, и причем любовью абсолютной части головы, быть бычок, быть нос. Алина Чамсина. Молодец. Думаю, что свою задачу она выполнила для окражения особо. Очень много было в первой части соревнований, сегодня о выходах предмета за площадку, именно в самом конце, вот не знаю, что там за эпидемия такая была. Оценка у Соломы чуть выше 14 баллов, но я не думаю, что, видя вот те ошибки, которые Солома, к сожалению, совершила, можно было ожидать чего-то большего. Да, думаю, Солома четко это все понимает. И также я надеюсь, что она соберется на следующие виды, ведь мы так хотим видеть ее в финалах. В финале? В финале не с мячом. В финале, напомню, в воскресенье, и есть у вас шанс увидеть их воочию, либо в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Но пока квалификация к этим самым финалам и также соревнованиям на гоборе Елизавета Полстяная из Латвии представит свои упражнения с мячом. «Беларусь-5» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Оценка Елизаветы 18,05 Ну вот еще раз говорю обращайте внимание на оценку трудности Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Молодец. Молодец. Такой поворот у нее был в середине. Робес к планше. Очень редко сейчас совмещают повороты. Раньше мы это делали довольно часто, но пошла на это. Молодец. 17,7 оценка Юки Тиканин. Еще раз хочу напомнить, что если предмет или гимнастка выходят за площадку, тогда вы увидите сбавку в графе пенальти. Если потеря случается прямо на площадке, то сбавки все делаются в оценке за исполнение. Но сейчас, внимание, Дина Аверина в сопровождении Ирины Виннер, Веры Шаталиной, Ирины Зиновки. Ну, не знаю, какая там света еще задать. Дальше не видим, да, но вы говорите там много. Абсолютная чемпионка всего, чего только можно. Но это не Юки Тиканин. Купальник, кстати, предложила Ирина Александровна вот этот вот с гербом и увидела на платье Алины Кабаевой. Похожий рисунок. Вау. Я даже такого не знала. Ну, поддерживает Ирина Александровна. Давай. Давай. Правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Только я хотела сказать, что ждем 23 балла, но 23 балла, наверное, не будет, потому что последний у нее элемент. Да, ну, думаю, что не доценивает. Да, но колоссально насыщенное упражнение. Очень-очень сложный обруч. И я могу вернуться на европейские игры, и дважды он у нее не получился. Это, конечно, не помешало ей стать чемпионкой, абсолютно чемпионкой вторых европейских игр, но... Кто-то Ирина Александровна отправила один, а на диванчик. На диванчик, да. Правильно. Ну, это правильно. Правила одинаковые для всех. Вот сказала я, что Дина абсолютная чемпионка всего, а на чемпионате России она проиграла на гоборье арене, кстати. Вот. Ну, да, у Дины был не очень, мне кажется, хороший период. Вот как раз июнь и так далее, что-то было не то. Чего, они все не... Даже аверины не железные. Хотя иногда кажется, что именно такие. Ну, все равно оценка будет высокая, потому что сложность здесь колоссальная у этого упражнения. Уже не раз рассказывала о таких чудесных штучках, как вот трудность предмета, которыми, в общем-то, и набирается очень высокие оценки. Так вот, гимнастка может получить трудность во время высокого броска, потом еще во время ловли после высокого броска. И вот, казалось бы, сделала один элемент, а сложность вот набрала за это время. В принципе, на 0,7-0,3 высокий бросок, 0,4 ловля с высокого броска. Можно не делать риск, но риск все равно нужен. Сейчас пауза вызвана тем, что должна была польская спортсменка выступать. Она изначально была в заявке, но потом ее вычеркнули. И сейчас из-за Амзан, из-за Малайзии, будет выступать после Дины, тоже с упражнением собруч, и пока вереные не поставят оценку, следующую гимнастку не пропустят. И Дина и Арина уже себе заправировали места на чемпионате мира. Напомню, что чемпионат очень ответственный, там разыгрываются олимпийские лицензии. Все-таки есть 23 балла, 23,15, хотя у него даже сложность 9 за предмет. Да. Это учитывая, что чего-то там не было. Не помню, что, но явно было ловлю не в руку и не сидя на полу. Это 0,4, если бы она сделала, плюс 0,4, так как высокий был явный бросок. Вот так вот. Вот такие вот космические баллы сейчас в современной художественной гимнастике. Ну, а мы смотрим выступления спортсменки из Малайзии. Честно говоря, мало что можем рассказать про эту девочку. Тем, наверное, и хороши вот эти вот соревнования, когда есть возможность на всех посмотреть, у кого-то что-то новое увидеть, интересное. Да, я хочу сказать, что в Минск очень многие приезжают спортсменки, которые не долетают, не доезжают до других тапов Кубка мира или соревнований Гран-при. Вот Китай, Малайзии, вот здорово. Китай, Малайзии. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Очень хорошо, она также в Минске выступала и на европейских играх, очень стабильная и молодец. Но осталась тогда она без медали, потому что не так уж и много на самом деле спортсменок завоевали награды на европейских играх художественной гимнастике. Это при том, что лишь по одной спортсменке от каждой страны могли выступать. Но Александра заявила о себе еще в юниорском возрасте, они тогда с Миленой завоевали медаль юниорского чемпионата Европы в команде. Ну и потом уже на взрослом уровне тоже продолжили завоевывать награды. 17,4 оценка спортсменки из Малайзии, не рассчитывали, наверное, мало кто, что сможет в Малайзии вмешаться в спорт за очень высокие места, но тем не менее, девочка, это нам очень понравилось. И сейчас опять будет пауза, поскольку выставят оценку о Джи-Жи Кулезе и только после этого запустят спортсменку из Португалии. Поскольку не выступает Николь Рубрихт, заявленная здесь изначально. Бессмертная гимнастка Николь. Бессмертная чемпионка Австрии. Я видела недавно видео с Австрии, у них наконец появился свой зал, Милета не видела. Ой, нет, не видела. Это на самом деле больше похоже на бункер. Я думаю, что там может быть еще какой-то косметический ремонт все-таки сделают, но он очень так брутально смотрится. Это здоровый австрийский зал художественной гимнастики. Поэтому, кому очень интересно, можете найти. По-моему, там даже ковер как-то не очень помещается. Кроме того, сразу возле ковра стена. Честно, не знаю, где тренировались девчонки в Австрии, но почему-то помню всегда гран-при в Инспруке. Там всегда было очень жарко. И Инспрук, если кто-то не знает, но любит костюмы, пайетки и так далее, это родина Сваровски. И каждый раз, когда мы приезжали на гран-при в Инспрук в Австрию, нас возили на экскурсию в музей Сваровский. Мы думали, блин, как бы вот этот вот пласт, который там все стены обклеены Сваровскими гамнями, чтобы это все было у нас на кубальнике. Вот оценка Александра появилась. 20,5 баллов. Оценка хорошая. Ну, не знаю. Уже восьмой результат. Да, может и не хватит ей для попадания в финал. Ну, судя по следующим гимнастам, которые выступают, я не думаю, что кто-то ей состоялось. Но Дина еще не выступала. Дина, Дина, да. Простите. У Дина была у бруча. Точно, она же с обруча. Хотя справилась у нас для себя очень хорошо. В прошлом году я ставлю, может, побольше. Сейчас спортсменка из Египта, но, честно говоря, внешне не очень она похожа на египтянку. Такая светлая. А нет, это, наверное, ошибка, потому что Португалия. Да, Португалька. Динура Бундарь. Дина, да. Вот и справились. Стой. Продолжение следует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень много разных соревнований в Испании, разных уровней, свои правила, немного облегченные в национальном чемпионате, чтобы все могли получить медаль. Всем было классно, здорово. И много было участниц, из которых можно было выбрать будущих звезд. Сабина Залезакова уже начала свое упражнение, и потом мы увидим выступление заключительной девочки Дениса Майлат, и спортсменки пойдут уже по второму уровню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, таких грубых ошибок не было, но по мелочи, конечно, что-то там наберется. Ну, казалось бы, там три десятых, здесь одна десятая, там полбалла, и вот так вот получается, что оценка за исполнение порядка семи, а у лидеров около девяти. Поэтому возникает вот такая колоссальная разница в общей оценке, а если сюда добавить еще сложность, особенно трудность предмета, то разрывы, конечно, очень большие. У Натальи Гарсии 18,75 балла, это лишь 18-е место, хотя на Олимпийских игр с такими баллами медали выигрывали раньше. Да, рядом с ней сидела призер Олимпийских игр в групповом упражнении из Испании. Не знаю, что не она ее тренирует, но, возможно, помогает. Такой тандем получился. Ну, испанки в групповых упражнениях, к сожалению, после Рио не могут еще выйти на свой прежний уровень. Совсем у них новые команды, да. Ну, новые, ну, так они уже три года выступают в этом составе, но что-то вот не получается. Да, кстати. А мне почему-то каждый раз кажется, что они такие молодые, они еще такие неуверенные. Советую всем обратить внимание на Денису Майват. Много интересных элементов, вообще очень талантливая гимнастка. Субтитры создавал DimaTorzok Денису Майват Денису Майват Денису Майват. Напомню, что протест можно подавать только на оценку D, заслуженность. В течение трех минут после выставления оценки. И только, соответственно, на свой спортсмен. То есть такого нет, что мне не понравилось, как выступила соперница, пойду-ка я подобраться. Да, 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 только на свою оценку. Ну, я бы сказала, да, у Александра, извините, исполнение, может, и низковато. Плюс тренеры увидели, что она уже восьмая, и не выступала еще Дина, наверное, поэтому как-то без финала грустно. Ну, сейчас уже спортсменки пошли в свой второй вид. И Анастасия Загревская выступит с мячом. Денису Майват 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 Сейчас мы видим риск, в принципе, и дополнительные критерии. Ловит она без рискного контроля и во вращении. Интересно ее тоже. Вот, очень хорошо, да, очень долго. И АД. Раньше мастерство теперь АД, плюс элемент тела с АД. Здорово. Ну, в общем, мне рассказывали, что либо у тебя получается вращать мячик на пальце, и ты этот элемент делаешь в какую-то удобную позицию, либо не получается, и... Честно, у меня, наверное, секунд пять было самое большое. На ногте еще надо ногти обстричь. Вот, еще один критерий. Ну, а сейчас Соломе Пажава. Пожелаем Соломе удачи, пусть она все забудет, что было у нее с мячом, и поборется за финал с обрычем. Соломе Пажава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец. Молодец. Она сама уже выдохнула, наконец-то. Кроме первой помарки на ловле, которые, конечно, ловля не защитают, но ошибки не будет. Ну, немножко, скажем, еще на фойте она поскользила в сторону. Да, да. Но, честно, у Соломе часто ошибаются на фойте. Вот это подскочок. Ее ошибка, к сожалению. Ну, кстати, мелодия тоже одна из самых популярных в этом сезоне. У Соломе мы видели Кристины Пограничной. Ну, не новая мелодия. В 19.15 была оценка у финки. Теперь на площадку выходит представительница Чехии. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кристина Пограничной. Кристина Пограничной. Кристина Пограничной. Я так понимаю, что протест в Финляндии. Да. Да, да, да. Ну, первых двух группах протестов не было. Сейчас вот это уже второй протест. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, а мы продолжаем смотреть соревнования. Я думаю, что о судьбе протеста узнаем попозже, уже к концу потока. А пока на ковре появляется Елизавета Полстяная из Латвии. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тоже, в общем-то, хорошо она справилась. В одном повороте, мне показалось, немножко не докрутило. Но самое главное, чтобы было базовое вращение. И оценка Соломе на наших экранах 20,7. Увы, она не в финале. Лишь девятое место. А в финал, напомню, выходит 8 спортсменов. Но не расстраивайтесь. Еще впереди и булава, и лента. И я думаю, что там грузинская гимнастка поборется за место в восьмерке. Я молчу, аж расстроится. Я верю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну, честно говоря, просто я уже запуталась. У меня столько видов спорта, где можно подать протест. Да, у Настяки вместе с бумагой на протест для рассмотрений вместе с суммой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо справилась гимнастка из Китая. Уже второе упражнение. Оценки Юки Тиканин. 17,85. Всего 23 место. Такая у нас... Такой обширный. Таковка мира. Ну да, здесь 20 баллов это... Даже 21 баллов, наверное, не гарантия того, что ты 100% в финале. Потому что очень высокая конкуренция. И, ну, это, в общем, радостно, что приехали такие сильные спортсменки. В том числе и чемпионка европейских игр в многоборье. Но вот с мячом Дины, насколько помню, не очень получилось у нас в Минске. Ну, тем не менее, у Дины Аверины столько чемпионских титулов, если их еще сложить с сестрой Ириной. Вообще, шкаф с медалями ломится. В прошлые сезоны были россиянки-новаторами. Купальники-трансформеры у них были, а сейчас такие коронки на голове. Купальники-трансформеры у них были, Купальники-трансформеры у них были, Купальники-трансформеры у них были, Дина Эдарина, Российская Федерация. Насколько активны наши зрители, а прямо сейчас... Хочется отметить, насколько ловки Аверина и Дина, и Арина, даже если что-то идет не так, вдруг там предмет меняет свою какую-то траекторию, то очень быстро они ориентируются. Да, например, показали, да, это очень важно в гибнастике, уметь быстро принимать решения. Мне кажется, здесь можно настроить с летчиками, которые надо принять, вот у тебя доля секунды, на сделать ошибку или нет. И дождемся мы оценку Авериной, поскольку, как я уже говорила, польская спортсменка не выступает, и следующий предмет снова мяч. Поэтому надо дождаться, пока выставят судьи. Ну, а девочкам, таким малышкам, я думаю, очень полезно побывать на соревнованиях, посмотреть на своих кумиров, на кого стоит равняться. Да, я помню свои годы, как бежала на этап кумира, когда выступала Инна Жукова, Инна Чащина. О, это было все. Я тогда проводился во дворце спорта, бежали за автографом. Ну, сейчас к Мелите все бегут, пока выдернула из зала Мелиту. Прошло много времени, потому что Мелиту любят, знают до сих пор. Приятно. Очередь выстроилась и за селфи. Да, ну, приятно всегда, особенно в Минске, что да, уже столько, как сколько, в следующее поколение уже столько новых имен, все равно помнят, узнают даже без гульки, без обруч. Ну, вот уже зашла речь про площадки, на которых проходили минские соревнования. Начиналось все во дворце спорта. Это сначала был международный турнир имени производителя бульонов. Да, да, да. О, и потом гран-при, потом это был уже БСБ банк. Это был Кубка мира, да. Да, один раз, я помню, соревнования проходили, не поверите, во дворце республики. Да, я тоже это помню. Но я тогда еще не выступала, я тогда еще на дворке, да. Был закрыт дворец республики, ой, простите, спорта на реконструкцию. Потом снова вернулся Кубок мира во дворец спорта, и затем уже это либо Минск арена, чемпионаты Европы и европейские игры. Или Falcon Club. Ну, а сейчас это вот очередная арена. Дворец. Дворец художественной гимнастики. Красивая самая принцесса спорта и художественной гимнастики выступает в Минске во дворцах. Очень символично. Ну, коль мы уже заговорили о дворцах, то во дворце выступали юные гимнастки этим летом. Во дворце Ирина Винер. В России на чемпионате мира. Среди юниоров. Улыбается чемпионат. 23-6. Я думаю, я бы тоже так улыбалась. Одну десятую она проиграла Арине, сестре, в упражнении с мячом. Я думаю, она не очень расстроена. Ну, думаю, что нет. Сестре проиграть это не стыдно. Не всегда знают. Делят медали, если кто-то из них попадает в финал. А другая, к сожалению, так ошибается, что не может попасть. Вешают медаль. И на сестру тоже. Уже за кулисы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Наверное, уже последние годы было, что надо сделать интересней. Уже тогда мастерство появилось? Да, когда уже появилось мастерство. Если вообще говорить давно-давно, конечно, было 16, по-моему, элементов тела. И были еще и связки. Все-таки больше ценилась именно телом гимнастика. Если отмотать назад, еще к Марине Лововичу. Вот там вообще. Задние такие забытые элементы. Повороты без руки. Ну и сейчас Александра Аджи-Жукулези, она, наверное, последняя в этом потоке, кто сможет еще побороться за место в финале. КОНЕЦ 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 Выдыхает тренер, выдыхает на сегодня Александра, справилась она хорошо с обручем. Посмотрим, попадет ли она на финал сразу или с протестами. Не знаю, я ничего не могу предсказывать здесь, потому что столько было хороших спортсменок, на всех оценки высокие. Да, сказать, что тут Александра одна единственная звезда, такого нельзя. Кроме нее есть еще человек десять, наверное, которые достойны финала сопричьих. Хотя она большая молодец, и хорошие повороты у нее, с предметом она всегда интересно работала. Счастливый ребенок сделал селфи с Александрой. Ну вот, продолжая разговор о том, какие были правила, на что делался акцент, недавно смотрела выступление, пересматривала Яны Батыршиной. То есть это вот, чтобы зрители ориентировались в середине 90-х. И, конечно, да, не сравнится с тем, что сейчас девчонки творят с предметами. Ну, я там видела несколько таких интересных ловлей. Вот, кстати, привет Любе и малышке от Малашки. Да, Верунчику. Люба может немножко отдохнуть, ее подопечные уже выступили, и сейчас вместе с дочкой они просто смотрят в душную гимнастику. Так вот, та же Яна Батыршина делала интересную ловлю в прыжке в шпагатках, она интересный мячик за спиной ловила. То есть я вот у современных гимнастов не видела. И это при том, что, бесконально я, конечно, правила не знаю, но вряд ли это как-то очень дорогой элемент был в те времена. Тогда уценилось больше исполнение, ведь маленький шажочек с элемента уже там минус. Конечно же, потери, да, но вот эта частота ног после элементов. Если праздновать еще 88-й год на Марину Лобач, там, кристальная частота после элементов. Вот кто-то уже начал разминаться. Молодцы. Отличная растяжка. Да, кстати, очень даже ничего. Еще дальше. Молодцы наши маленькие болельщицы. Они тут и поддерживают, и себя показывают. Думают, может быть, там Ирина Юрьевна где-то вот смотрит телевизор или на трибунах сидит, меня заметит. Ну, мы заметили. Так, и мы еще не знаем, у нас был протест один у Ребекки, по-моему. Так. Да, у Ребекки из Финляндии, да, мы не знаем, к сожалению, он удовлетворен или нет, и из Мунина ли оценка или нет. Ну, сейчас спортсменка из Португалии. Ну, и вообще остается не так много гимнасток. Напомню, что нас еще сегодня ожидает состязание в групповых упражнениях. Ну, вот Александру поздравляем с выходом в финал. Здесь мы сто процентов говорим, что она в финале. 22,5 у нее оценка. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Дима Торзок 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 с европейским гимнастом. Ну а тем временем под наше размышление спортсменка из Египта завершила выступление. Ну и расскажу-ка я вам, пожалуй, про предстоящую олимпийскую квалификацию. Уже говорила я, что несколько этапов отбора и предыдущий чемпионат мира в Азербайджане это такой самый главный. Пять команд в групповых упражнениях там отберется, плюс тем трем, которые уже сделали это в прошлом году. И также 16 гимнасток в личных соревнованиях. Для тех, кто не попал, есть еще одна возможность, это касается гимнасток-личниц, сделать это на серии Кубка мира в следующем году. Четыре этапа и три лучших результата будут учитываться. Три сильнейшие личницы также получат путевки. Ну и также еще пять групповичек и пять команд групповичек и пять личниц на континентальных соревнованиях тоже разыграют лицензии. Вот это вот я вспомнила как раз под выступление египетской спортсменки Африка-то должна быть представлена. Да, они так готовятся. Ой, как далеко. Поддали ей предмет. Думаешь, вас балет по балу? Не знаю, что говорить, но по регламенту да, но на самом деле, если смотрят сейчас маленькие гимнастки, если вот так вот случается, хватайте запасной предмет. Вы сэкономите время, вы сами не выйдете за площадку, поэтому пускай он уже этот обруч или мяч, пускай уже закатывается за ограждение, потому что бывают такие абсурдные ситуации, когда приходится к гимнастке лезть из-за высочайшей рекламной щиты, как это было у российской сборной в 2009 году. Тогда еще не лежали предметы вокруг площадки, то есть нужно было самой или самим, если групповое упражнение, выносить и класть примерно туда, где ты думаешь вдруг, если что. Сейчас немножко упростились, сейчас лежат уже от организаторов соревнований предметы, так что хватайте лучше их. Ну, знаешь, после того, как посмотрели юные гимнастские некоторые соревнования, когда ленточка отрывается от палочки запасная. Да, бывает и такое, но хорошо, бывает и так, что обруч выкатился, ударился в ограждение или мяч, вернулся обратно на площадку, и надо с этим что-то делать, когда ты уже продолжил. Ну, тут уже, да, конечно, успех это в спорте, это большая работа, это команда, и доверие, и, конечно же, доля удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мячик так и норовил все выпрыгнуть из рук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, что-то взяла она круглый мяч, и она пытается выбрать. Конечно, совсем невысокая оценка, 12,95, видите, вы сбавка еще за выход и гимнастки, и предмета за площадку. Ничего, бывает. Каждая гимнастка бегала за площадку от Алины Кабаевой до Авери. Ну, вот обруч Алины Кабаевой, выкатывающаяся в Сиднее, не знаю, мне до сих пор стоит перед глазами. Я думаю, у нее тоже. Надеюсь, что... Надеюсь, конечно, нет, но такие ошибки, конечно, они не... очень тяжело, вот, задаваясь. Ну, тем не менее, тогда Алина стала бронзовым призером. Хотя я просто очень хорошо помню тот период. Был как раз расцвет рекламы в России, и какие-то даже щиты рекламные висели. «Самое красивое золото России» с Алиной Кабаевой. Да? Да. Я не помню, совсем маленькое было. Это было все накануне Олимпийских игр, которые для Кабаевой тогда неудачно завершились. Гимнастка из Турции представляет на упражнение с обручем. «Самое красивое золото России» «Самое красивое золото России» «Самое красивое золото России» Ну, уже тот уровень у гимнастки, когда она может себе позволить не только думать над качеством исполнения элементов, но и структурироваться на артистике. Брижита Боргинос получается 17,35 баллов. Ну, были, конечно, некоторые выступления сегодня, которые там достаточно низкая оценка, но это связано с ошибками гимнасток. Ну, я не скажу, что здесь прямо вот кто-то так выделяется в худшую сторону. Да, есть мировые лидеры, очень много гимнасток примерно одинакового такого крепкого уровня. Да, интересно смотреть на этот поток, у каждой гимнастки свои фишечки, кто-то предметом работает, кто-то вот душой и линиями. Теперь Наталья Гарсия из Испании. С классным белым маникюром. С классным белым маникюром. С классным белым маникюром. С классным белым маникюром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Да, они такие, и поворот у нее есть очень необычный, который никто не выполняет, и, в общем, линии красивые. А оценка Сабины Залисаковой 15,7, ну, конечно, не очень высокий результат, но и ошибки тоже были. Я думаю, что дождемся мы оценку румынской гимнастки, и тогда уже с чистой совестью сможем завершить эту часть соревнований. Напомню, что далеко не уходите, обязательно мы вам покажем соревнования в групповых упражнениях, которые стартуют в 17 часов 30 минут. Вот у наших девочек 16 номер, но до них выступят украинки вторые, россиянки третьи, японки, японки, да, Израиль, я думаю, что очень хорошо должны подтянуться израильтянки. Болгария 12 стартовый номер, в общем, очень-очень много всего интересного. Ну, и передаем привет Любови Черкашиной, которая здесь поддерживает и наших спортсменок, я уверена, и других девочек. Сейчас будет церемония открытия соревнований, и позже мы вернемся на групповое. Ну, оценка Дениса Майлат неплохая, однако, к сожалению, для нее это пока не финал. Но я думаю, что когда в Румынии будет там Кубка Мира, там у нее будет много шансов.